Дверь камеры, открывается дверь, я туда захожу, сидит вообще, вот камера. Сидит за столом огромный зэк, я потом, может, никаких не видел персоналей. Вот это вот, да? Вот такой, да, вот буквально вот так вот, и с абсолютно сгнившими зубами. Потом, как выяснилось, чиферит. Стены там, ну, потолки там метров пять, такое мрачное помещение, и посредине вообще потолка написано по-английски «Hello, America!» Ну, Господи, это куда я попал? Это, может быть, шлял дурдомом вообще? Потом, я уже когда там слегка уже посидел, я говорю, слушайте, а что это вообще такое за надпись? Он говорит, представляешь, а здесь негры сидели. Я говорю, какие еще негры? Он говорит, ну да, здесь же есть те самые камеры, в которых сидят иностранцы. И вот здесь сидели, в этой камере сидели негры. Я говорю, ну негры они, не негры, они что, летают вообще? Как они на высоте пять метров написали черным, по белому, Hello, American? Он говорит, ну, негры. Заходите в камеру, вас сразу приглашают к столу. Ну, это называется на теоремном жаргоне дубок, так сказать. За дубок. Да, наливают чаю, то есть вас пока расспрашивают. Причем максимально доброжелательно. Потом уже, в зависимости от того, что там выяснят, возможно, там изменение отношения, но обычно все происходит крайне мирно, крайне спокойно и крайне дружелюбно. Есть нюансы, ты можешь оказаться, может это казаться человек опущенный еще, с ним нельзя, там сейчас с ним чаю попьешь, а потом с тебя самого спросят. То есть не за столом сидел, но и где-то, значит, сам такой вообще. Потому что там это все, вот эти все моменты, они существенные. Одна из основных ошибок, ну не основных, а частых ошибок новичков. Вот вы попали в хату, там, например, вам обстановка не нравится. Ну, всякие там люди же говорят, это тюрьма, это не детский сад, там, не пионерлагерь. Тяжелая обстановка, тяжелые сокамерники. Вот, казалось бы, можно уйти из хаты, проситься, чтобы тебя перевели. Ни в коем случае этого делать нельзя. Если ты это совершил, то все, на тебя стоит крест, ты ломовой, и тебе отныне место не среди нормальных людей, а среди таких же как ты изгоев. То есть там в отдельные хаты. И где бы там тебя не встретят на всяких там пересылках, сборках, тебя должны бить вообще, и вообще с ломовыми разговаривать запрещено. То есть это как бы опущенное, и все. А как информация поступает? Ну, не опущенное, и как бы. И вроде все закрыто. А что значит, как-то, какой закрыто? Все открыто. Ну, как информация поступает? Люди сидят в камере. Ну, вот. А откуда ты пришел? Ну, вот я спросил, ты где ты раньше сидел? Вот мы с вами беседуем. Ну, братан, где ты сидел? 5 дробь 14. Ну, я звоню в 5 дробь 14, и наглаживаю дорогу, и сразу сидел. Дождь, секундочку. Нет, во-первых, в тюрьме есть сейчас. Да, в мобильных тюрьме сейчас везде. Ну, в обычных тюрьмах эти мобильные телефоны обычно делают. Они разрешены? Нет, разумеется, они не разрешены. Разумеется. Но это особый бизнес. То есть все про это знают, это ни для кого не секрет, что их постоянно изымают, и потом сами же менты тебе их и продают.